Хей, друзья мои, всем большой привет и добро пожаловать в игру The Sims 4. Мы вернулись в сотню детей, и прошлая серия закончилась на том, что мы с вами построили симпатичный уютный домик для дочки Скарлетт Памелы. И этот домик мне настолько сильно понравился, что, может быть, подобный домик построю еще и для какого-нибудь другого проекта. Затем мы с вами вернулись к Скарлетт, и самое интересное, что возле ее дома опять крутился этот роз. И мы с вами подозреваем, что он вампир. Нет, ну он, скорее всего, вампир, потому что, ну кто же к нашей Скарлетт ходит в гости по ночам? Понятное дело, что вампиры, тем более, что это не первый вампир, который бегает за нашей Скарлетт. Но я его что-то тут уже не наблюдаю. Видимо, может быть, Скарлетт опять отправилась чистить гриль, и он такой, знаете, ну я же к тебе пришел в гости, почему ты меня не пригласила в дом? Ладно, все, я пошел. Окей, ушел и ушел. Давайте посмотрим, что у нас в доме происходит. Итак, мы с вами заходим, и, как обычно, я вижу, что никто не спит. Ну правильно, зачем ложиться спать? Ведь еще время раннее. Так, что у нас в туточке? Ой, ребят, я надеюсь, что Эдди сейчас поспокойнее будет. А ну покажи глаза, глаза не светятся, он вроде бы сидит с кем-то общается, и это меня уже радует. Движемся с вами дальше. Туточки у нас темно, туточки тоже, слушайте, экономят электроэнергию. Движемся дальше, здесь я тоже никого не наблюдаю. Слушайте, а у нас что, все отправились на улицу тусить? Значит, тут у нас малышка. Я надеюсь, что она не играет с посудой, потому что, блин, ой, ребят, у нас опять левитирующие тарелки. Потому что, если она будет играть с посудой, то я не представляю, во что превратится наш дом. Помните, несколько серий назад наши влюбленные оборотни тут такое устроили? Ууу, шо ж тут было. А Ларик, видимо, решил поиграться либо с этой зеброй, либо поиграться с куклами. Ну ладно, играй. Мы с вами посмотрим, где все остальные. Так, тут никого. Тут, я так понимаю, что Ральф тоже решил с кем-то пообщаться. У вас же несколько компьютеров. Почему нужно сидеть в комнате мамочки? Ну ладно, хочешь тут посидеть? Окей, хай, так и будет. Значит, туточки. Я так понимаю, что ребята, видимо, решили посмотреть телевизор. Нет, я вроде бы... Подождите, а у нас же еще где-то должно быть двое детишек. Ага, уже вижу, где находится... А вот и роз. Ребят, он решил к нам прийти в гости пополивать наши растения. И, кстати, нам нужно поменять вот эти вот обои, потому что здесь у нас должны быть вот такие вот деревянные панели, а не вот эти вот цветочки. Он решил прийти к нам ночью в гости, чтобы пополивать наши растения. Вы представляете, какой вампир? Какой молодец! Нет, конечно, возможно, мы с ним закрутим романчик, но я пока не знаю, потому что у меня появилось целых две идеи. Я надеюсь, что к моменту выхода следующей серии я не забуду про эти идеи, потому что, как вы знаете, я очень часто пишу серии наперед, и я не знаю, по-моему, эта серия должна выйти где-то через несколько недель после того, как я ее запишу. Так вот, во-первых, мы с вами можем открыть домашний бизнес. У меня есть классный мод, который позволяет открывать именно дома бизнес. Если вы смотрели мой проект «Дневник видеоблогера», то там мы с вами открывали ветклинику в доме. Ну и как бы это не запрещено правилами, на самом деле, насколько я знаю, мамочка может иметь свой собственный бизнес. Но мы же с вами можем его прямо дома открыть. Пока не знаю, какой, но что-то мы можем с вами придумать. Ну и плюс, мне кажется, что наши ребята давно не отправлялись в отпуск, и мне кажется, что нам с вами, знаете, куда надо съездить? Нам с вами надо съездить в Тартозу. Там очень красиво, там такая романтика. И если этот вредный вампир не хочет дружить с нашей мамочкой, то, может быть, наша мамочка с кем-то там сможет подружиться. Там такие хот-гайзы могут ходить, что, ну, вы же понимаете, они не устоят перед нашей хот-мамочкой. Ну что, моя хорошая, как у тебя дела? У тебя, да, досуг упал. Мы можем, в принципе, ее отправить сейчас. Ну, во-первых, давайте вот это все поубираем, потому что у нас потом опять проблемы будут с питанием, проблемы с едой. Давай убираем. И давайте, наверное, что мы с вами сделаем? Давайте мы ее отправим посмотреть телевизор. Давайте мы посмотрим фильм, посмотрим фильм с, давайте, может быть, «Алмазы для симов» вместе с Россом. Не знаю, захочет ли он с нами смотреть сейчас этот фильм. Может, он скажет, я пришел у тебя здесь поливать растения. Ты зачем меня зовешь кино смотреть? Я хочу посмотреть, как дела у Эдди. Блин, Эдди хочет спать, но благо у него вроде бы не растет его ярость, поэтому давайте аккуратненько мы его отправим спать и все будет доброе. Главное, не психуй. Ральф. У Ральфа, в принципе, все нормально, но я хочу посмотреть, что у него по учебе. Видите, он домашнее. Ребята, почему у него продуктивность еле-еле? Он же делает домашнее. Я всегда проверяю, чтобы он делал домашнее задание. Так, сделай, пожалуйста, домашнее задание. Лео, покажи, как у тебя делишки. Ты трошки проголодался, но тебе бы желательно еще... Слушайте, а почему у них такие проблемы большие? Они все у меня делают домашнее задание. Я всегда их прошу делать домашнее задание. Хороший мой, давай быстренько в туалет. Бегом, 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 бегом. Спускайся, иди вот сюда. А почему такие проблемы у Ральфа? Почему у него проблемы с учебой? Слушайте. Ну вот самое интересное, что я всегда после занятий прошу наших ребят делать домашнее задание. Понятное дело, что это не все входит в ролики. Но они у меня всегда делают домашнее задание. А тут прям какая-то самая настоящая беда. Как думаете, Рос пойдет с нами смотреть телевизор? Или он сказал, нет, я пришел убирать. Я серьезный мужчина. Я серьезный вампир. Я хочу здесь поубирать. Как дела у малышей? Лорен. Значит, мы же должны заниматься прокачкой. Я вам уже говорила, я хочу прям наших малышей стараться по максимуму прокачивать. Погодите, когда день рождения? Ааа. У нас, в принципе, времени достаточно. Поэтому иди сюда, пожалуйста, моя хорошая. И сейчас ты будешь прокачивать. Давайте, наверное, общение постараемся до максимума. Значит, смотри видеоролики. Как дела у Аларика? Это что, испорчать? Зачем ты таскаешь с собой испорченные макароны с сером? Это же фю-фю-фю. У него, я вижу, что тоже вроде бы по показателям все более-менее. Навыки. А, но он только-только прокачивается. И как дела у Лиллиан? Лиллиан, хорошая моя. Как у тебя по настроению? Тоже, в принципе, неплохо. Давайте мы попросим ее прокачивать. Давайте мы ее попросим играть в Блик Блок. Все. Пусть они у нас играют. Рос, ты собираешься к нам эти фильмы смотреть? Слушайте, ну я надеялась, что они сейчас поболтают. Вот он пришел сюда убирать серьезно. Слушайте, я вот каждый раз смотрю на вот этих вот этих опасных вампиров. Мне очень нравится, что они такие, знаете, серьезные. Приходят к нашей мамочке. Что ты хочешь сделать? А, поболтать. Приходят к нашей мамочке. Воу. Ребята? Бубалус? В смысле? В смысле? Как это за ним не смотрят? А ну быстро дать лакомство. Слушайте, ну это просто какое-то издевательство. Есть же еда! Каждый раз наши ребята следят за животными. И как бы... И как бы... Я так понимаю, что... Может быть они не всегда еду доносят. Может быть у них, знаете, на середине действие как-то прерывается и все. Слушайте, он только что с ней флиртовал? Я что-то пропустила? Подождите, у нас как-то сразу резко флирт начался. Ребята, а почему у нас такие странности? Да, еще лакомство. Поговори. Ребят, ну это просто что-то очень странное. Отобранный ребенок? Подождите. Отобранный? А кого отобрали, ребят? Подождите, что-то мы с вами пропустили. Коллективная грусть. Плохо себя чувствует. Так, а у тебя какие проблемы? Беспризорный ребенок вызовет слезы даже у самого непоколебимого персонажа. Ребята, а с кем у нас тут проблемы? Плакать? Не надо плакать, хороший мой. Не надо плакать. Сейчас Скарлетт пойдет и скупает Аларика. Слушайте, а может быть они, конечно, переживают из-за Бубалуса? Но это просто какое-то, я не знаю, издевательство. Что с игрой? Учитывая, что у меня ребята действительно старались смотреть за Бубалусом. Старались делать домашнее задание. И как-то вот, видите, вот как-то вот так вот. Смотрите, сытый и счастливый питомец. У меня ребята все время... Ой-ой-ой-ой-ой. Не надо кусать его. Не надо, Ральф, хороший. Я, видимо, что-то пропустила. Либо они ходили, знаете, к Бубалусу через раз. Так, ну все, ты уже нафлиртовала с ним. Все, хватит тебе смотреть телевизор. Я, конечно, понимаю, что он очень сильно, видимо, хочет укусить ее за шею. Но ты же не наш граф из Симс 2. Ты же не собираешься кусать всех подряд. Пойди, пожалуйста, искупай его. Лео, у тебя, видите, вот тоже проблемы с едой. Давайте мы попросим его выбросить сначала. А потом возьми, пожалуйста, остатки пищи. Как дела у Стивена? Стивен очень сильно хочет спать. Давайте мы его отправлять отдыхать. Как дела у Эдди? Ну, у Эдди вроде бы ярость не растет. И это меня не может не радовать. Слушай, поиграй, пожалуйста, в Симс. Скарлетт. Купаешь? Молодец! Наконец-то они делают то, что я их прошу. Ты помыл посуду. Умничка. Значит, Стивен отправился отдыхать. Лорен, что она хочет? Поговорить с вампиром? Нет, ну, в принципе, я не против. Я не против, чтобы она поговорила с вампиром. Тем более, что Рос у нас, видите, такой окружит любовью. Слушайте, вот это будет интересно. Окружи его любовью и попроси, чтобы он тебя искупал в ванной. Смотри, у меня есть крутой планшет. А у тебя нет. Но у тебя есть зубы. Все. А Ларика мы с вами искупали. Теперь мы можем попросить, чтобы он продолжил. Давайте посмотрим. Значит, может быть, мы его воображение попросим попрокачивать. Воображение. Значит, переходим с вами к рисовать с ламой. Также посмотрим, как дела у Лиллиан. Видите, Лиллиан не хватает общения. Что ты хочешь сделать? Лепетать? А давайте, может быть, мы... Ну, блин, не хочу пока нашего оборотня будить. Ну, это такие особи. Хороший мой, давай-ка ты, наверное, все. Наверное, все. Доделай домашнее задание, потому что что-то мне подсказывает, что он не доделал домашнее задание. Ага, дополнительно. Понимаете, он теоретически мог бы стать отличником. Но вот, например, наш сумасшедший оборотень, который крушил весь дом, который на всех рычал. Смотрите, у него продуктивность отличная. Да, он не сделал еще домашнее задание, и мы, наверное, скоро будем его будить. Давайте уже, наверное, его разбудим. Хай, он скушает кусочек сырого мяса. Я сейчас по всем пробегу. Значит, ты у нас туточки. Как у тебя делишки? Ты у нас супер-пупер-мега внимательная. Молодец, да. Пожалуйста. Ну, зачем так делать? Ну, выброси. Нет, понимаете, она решила достать мусор и вот здесь его разместить прямо в центре кухни. Слушайте, давайте мы ее, наверное, попросим. Значит, у Аларика со вниманием все хорошо, у тебя тоже. А вот у нашей Лиллиан беда со вниманием, поэтому давайте мы попросим нашу Скарлетт, пожалуйста, займись малышкой. Значит, мы убираем планшет. И давайте, может быть, Хайни поиграют, поговорят, узнай получше. Давай-ка ты, дружелюбные действия, поиграть. Все, бимба. Значит, он занимается. Потом Лео, я так понимаю, что, наверное, тоже Хайни сделает домашнее задание. Домашнее задание сделает дополнительное. Давайте пробежимся и вообще посмотрим, кто сегодня теоретически может стать отличником. Значит, теоретически Эдди может стать отличником. Ну, это так, в теории. Потом, нет, Ральф не станет. Ты тоже, наверное, не станешь. Так себе, так себе. Почему у них так себе? Я не понимаю. Окружить любовью. Ты все еще не окружила его любовью? Давай окружай любовью, и затем мы тебя тоже должны искупать. Понимаете, у нас какие-то прям самые настоящие сложности теперь. Потому что как-то вроде бы с одной стороны у всех было все в порядке по показателям. Тут они все такие грустные, расстроенные. Погодите, а у Ральфа, ну, в принципе, видите, проблемы уже с бодростью, с питанием. Поэтому нужно будет его, конечно, попросить, чтобы он как можно скорее ложился спать. Все, ты покушал? Ой, смотрите, счастливый вам, воротень. Тебе не нравится мясо? Почему? Тебе же должно нравиться мясо. Ты же сам его нашел, поймал. Делай домашнее задание. Он не хочет. Он не хочет делать домашнее задание. Ребят, сейчас у него начнет расти, наверное, агрессия. Давайте мы его на улицу выведем. Иди, пожалуйста, сюда. Мы можем, конечно, попросить его повылисывать себя. Может, у него как раз гигиена вырастет, и он не такой будет агрессивный. Может, ему станет как-то трошки получше. Как дела у Лиллиан? Ну, вот видите, у Лиллиан, фух, внимание, повысилось. Значит, теперь мы можем ее попросить, чтобы она, наверное, прокачала... Давайте, воображение. Хай прокачивает воображение. А это у нас что? Это у нас вот эти вот зирочки. Значит, зирочки рисовать с ламой. Прекрасно. Я думаю, что наши ребята еще трошки позанимаются, поделают всякие делишки. И затем мы, наверное, всех будем отправлять отдыхать. Слушайте, а Рос до сих пор у нас дома? Мне правда пора. Я только хотела сказать, что, может быть, он еще посуду помоет. Но, видимо, нет. Он решил, я что, сюда пришел посуду мыть? Нужно будет попросить Скарлетт, чтобы она, наверное, сделала еще парочку букетиков. Потому что, если вдруг сегодня тот же Эдди переедет, то нам нужны деньги. А 20 тысяч, ну, у нас пока таких денег нет. Давайте попросим ее, наверное, сделать вот эти вот розовые орхидеи. И затем выставим их на продажу. Ребята, только что я обратила внимание, что у нас на кухне стоят два каких-то странных персонажа. Почему они здесь оказались, я не знаю. На часах 6 часов утра ребята отправляются отдыхать, чтобы трошки выспаться перед занятиями. И тут я смотрю, что у нас на кухне стоят... Давайте хоть посмотрим, как их зовут. Ты Джек Миллер, а ты Константин Фадив. Что они тут делают, ребята? Кто это такие? Почему они вообще сюда пришли? А давайте запрем двери и не будем их пока что выпускать. Значит, запереть для всех, кроме членов семьи. И запереть для всех, кроме членов семьи. Я не представляю, кто это такие, почему они тут оказались. Я отправила Скарлетт отдыхать. Я уже наших ребяток отправляю. Подождите. Артем Батлер? Питер Хэдли? Это кто такие? Ну, хорошо, Артем Батлер, мы с вами помним. Страстные поцелуи в ванной комнате. А это кто такой? Ребята? А кто это? Я не знаю. Ну, давайте, может быть, Питеру скажем привет. Нет, давай не так. Давай лучше кокетливо. Почему у меня здесь столько персонажей? Почему они вообще находятся у нас дома? Как вы думаете, это что, вампиры? Почему они пришли к нам ночью? Ребята, а куда пропал Ральф? Ральф? Ральф, ау! Ребята, Ральф застрял в холодильнике. Что происходит? Что с игрой? Я не понимаю. Хорошая моя, пожалуйста, ложись спадки. Ложись, пожалуйста, отдыхать. Вот, спадки. Значит, Аларик только что вроде как отдыхал, но он почему-то решил в куклы поиграть. Как дела у Лео? Лео решил, подождите, кофе выпить? Так-так-так-так-так. Давай без кофе. Давай-ка ты просто ляжешь спадки. Как дела у Эдди? Эдди у нас решил заниматься садиком. Ну, окей, только мне не нравится, что у него растет ярость. Хотя, с другой стороны, может быть, он сейчас вот этих всех выгонит? Я не понимаю, кто это такие. Что они тут делают? Зачем и почему? Ребят, ваши предположения. Пожалуйста, напишите в комментариях, почему тут какие-то стрёмные чуваки. Почему они тут находятся? А где Скарлетт? Скарлетт, я же попросила тебя поздороваться. Давай спросим, какие у тебя проблемы? Слушайте, а может быть, Артём решил свою компашку сюда к нам пригласить? Ну, как-то это прям совсем... Убери, кстати, в убежище. Это прям вообще непонятно. Ну, пошли разбираться. А ну, пошли разбираться. Блин, у нас грязно дома. А я только говорила, прошёл себе. Вообще, как будто бы никаких проблем нет. Ну, здравствуй. У тебя ещё и волосы зелёные. Ты кто такой вообще? Я тебя вижу первый раз. Ой, я вижу, что ему уже всё нравится. Он уже довольный. Ну, привет. Привет. Ребята, зачем они тут? Кто это такие? Этот вообще в каких-то фиолетовых кроссовках. Ой-ой-ой, ребят, наш оборотень проснулся. Слушайте, давайте мы попросим его яростно опорожнить кишечник. А почему он напряжённый? Стены давят. Так ты можешь выйти на улицу? Ты-то можешь это сделать? Ребята, у нас тут какие-то очень странные губы. В гости. Я не понимаю, что им надо. Может быть, они вампиры? Я, конечно, потом проверю, вампиры они или нет. Что ты делаешь? Да зачем тебе пить кофе? Ложись, пожалуйста, отдыхать. Но мне это вообще не нравится. Первый раз в этом... Эээ... Ребята, первый раз в этом доме к нам заходят незнакомцы. Причём Джек Миллер только что флиртовал с Артёмом. Я надеюсь, они сюда не пришли, Вики, двимситься, вухукаться или ещё что-то делать. А, они кровати и ванны обсуждают. Ладно, хорошо. Отправить всех учеников. Надо попросить Скарлетт, чтобы она сейчас, конечно, отдохнула. Да, ты не можешь выйти. Ну, сорян, а не надо было ко мне заходить. Так, главное, чтобы сейчас Эдди вышел. Ну, смотрите, там пипочка осталась с этой яростью. Завтра будет праздник урожая. Я думаю, что как раз в честь праздника наша семейка Ален может отправиться в Тортозу. Ну, а сегодня мы с вами должны заняться детишками. Но первое, что должна сделать наша Скарлетт, это отправиться в туалет. И, кстати, знаете, что меня трошки смущает? Эдди, каждый раз, отправляясь на занятия, возвращается домой через час. Потому что у него растёт ярость. Он становится очень сердитым и, видимо, не хочет заниматься. И из-за этого, да, у него продуктивность нормальная. Но он остаётся хорошистом. То есть нам с вами нужно его на занятия каким-то образом отправлять без ярости. Но вы мне скажите, кто без ярости будет отправляться на занятия? Мне кажется, что таких вообще персонажей нет. Хороший мой, давай-ка ты отправляйся поспать. Давай поспи. Только не надо царапать. Не надо ничего такого делать. Вот видите, ему нравится заниматься садиком. То есть он вернулся домой очень-очень-очень разъярённый. А затем, вернувшись в свою человеческую форму, он решил заняться садиком. Ребята, у нас просто прекрасный оборотень. Скарлетт, хорошая моя, ты должна сейчас пойти что-то приготовить, потому что у нас беда. У нас вообще нет никакой еды вот в этом нашем маленьком холодильничке. Поэтому давайте мы её попросим приготовить. Приготовить, приготовить, приготовить. Жареная рыба, мясной пирог. Давайте, наверное, мясной пирог. Затем, может быть, мы с вами ещё запеканочку какую-нибудь сделаем. Ну, в общем, короче, еды у нас мало. Плюс, давайте пробежимся по детишкам. Лорен решила порисовать с ламой. Я думаю, что Ларрика мы тоже уже можем разбудить. И давайте посмотрим. Он может, например, сейчас продолжить прокачивать воображение. У тебя планшет есть, ты тоже рисуй с ламой. А как дела у Лиллиан? Лиллиан нужно будет срочно искупать. Я смотрю, что у неё какая-то еда есть. Ну да, испорченные пирожки выбрасываем. Мы её должны будем разбудить через какое-то время. Сейчас Хай Скарлетт всё-таки приготовит вот этот вот пирожок. Может быть, может быть. Если сегодня всё будет хорошо у Эдди и всё будет хорошо у Ральфа, я хочу, чтобы они помогли нашей Скарлетт с детишками. То есть, может быть, они с ними будут играть, карточки изучать. И, может быть, они быстрее прокачаются. Кстати, мне очень интересно, что будет у Лео и у Стивена по учёбе. Ну всё, ребят, у него уже третий уровень. Давайте мы его отправим спать. Ложись, пожалуйста. Ребят, он опять голодный. Хорошо, скушай, пожалуйста, кусочек сырого мяса. Ему, кстати, нужно будет потом отправиться... О-оу. Ему нужно будет отправиться на охоту. Давайте посмотрим. Скарлетт, давай-ка ты трошки быстрее сейчас всё это сделаешь, потому что у нас детишки очень скоро будут очень голодные. Ты тоже голодный. В общем, у нас все голодные. Так, что ты хочешь сделать, Лорн? Ты же вроде бы сидела и игралась с планшетом. И Ларик, по-моему, сидел и игрался с планшетом. Они решили, видимо, ладно, мы не будем сидеть... Ну почему нужно сесть здесь на кухне? Почему они решили прямо в ногах у нашей Скарлетт сесть с планшетами? Хотя, может быть, они просто смотрят, чем она занимается? Слушайте, может быть, Ларик захочет быть поваром? Ну, смотрите, Лорн просто сидит в планшете, а вот Ларик прям наблюдал за тем, чем занимается Скарлетт. Может быть, он захочет быть поваром? Между прочим, идея очень неплохая. Ну что? Лилиан проснулась, нужно будет ее сейчас искупать. Так что, хорошая моя, заканчивай, пожалуйста, со своими пирожками, и мы идем купать Лилиан. Значит, нам нужно будет сегодня каким-то образом поработать... Воу-воу, ну нет, ну почему? Мы же только пирог этот приготовили. Ребята, у нас пожар. Куда ты побежала? Туши давай. Надо потушить. Убежала. Ребята, у нас же сейчас еще и оборотень. А почему я не могу потушить? Почистить. Класс, супер. Нам тушить надо. Попросить помочь с уборкой. Потушить. Должен ли Лео пригласить Мелиссу? Хорошо! Стивен, тоже Мелиссу? Слушайте, а что это у нас за девочка такая популярная? Ребята, надо потушить срочно. Короче, звони, наверное, в пожарное отделение. А я не могу позвонить. Или могу? Позвони, пожалуйста. Могу. Могли купить стриптиз-клубный? Я думаю, что как-то рановато для этого. Мне кажется, сначала все-таки надо потушить. У нас и так стриптизеры всегда приезжают, они... Эээ, те самые непожарные. Ребята, кто такая Мелисса? А ну покажите мне эту Мелиссу, мне стало интересно. А, девочка, которая нравится нашим ребятам. Нет, ну может быть они просто друзья? У-у-у, Мелисса. Мелисса Аллен? Так, отца уже текава. Ну давайте посмотрим. Чья это дочь? Может быть... Слушайте, как я быстро... Так, это дочь Джинджер. Как я быстро ее нашла. А кто у нас? Джеб. Точно, ребят! Это Мелисса. Смотрите, какое она хорошенькое. Мне кажется, мы с вами ее еще не видели То есть мы ее видели, когда она была совсем маленькой А вот когда она стала постарше, мы ее с вами еще не видели Ну, значит, они просто решили свою родственницу пригласить Это хорошо Тушите! Ребята, тушите! Где наши стриптизеры? Почему они не приходят и не помогают нам? Ну да, Скарлетт успела первая все потушить Семья получает страховку 4900 А почему меньше, чем в прошлый раз? Блин, как обидно Ладно, пожуй, пожалуйста Может быть, лимон Съешь лимон, и тебе нужно срочно искупать Лиллиан Потому что Лиллиан вонючка, грязнючка Потом придется опять нам с вами готовить Пожар потушен! Подождите, я потушила пожар! Ладно, давай-ка ты искупай Лиллиан То есть, понимаете, вот я планирую сегодня заняться нашими детишками А в итоге что у нас получается? А в итоге получается, что у нас то пожары, то мы не успеваем ничего приготовить Первое, что мы с вами должны сделать, это, понятное дело, что поменять вот эту вот плиту Хорошо, что Скарлетт прошлым вечером смогла букетик продать А чего вы уже переоделись? Вроде бы на улице не так холодно Так, давайте посмотрим Значит, нам с вами нужно будет купить плиту за 12 тысяч Ребята, 12 тысяч Продаем вот это Подожди, подожди, подожди Возвращаемся Мне нужна вот такая же тумбочка Тебя мы продаем Ставим тебя вот здесь Надо будет вот это еще все поубирать Блин, ребята, так обидно Это который раз у нас вот это вот Слушайте, может, подешевле взять? 17? Эм, 17 Ну вот это за 12 все время Так, покупаем за 17 Понимаете, вот это за 12, она постоянно у нас ломается С ней какие-то проблемы Может быть, нам с вами вот этот дешвошер, наверное, тоже надо убрать Потому что он тоже подгорел Слушайте, а что у нас есть интересного по дешвошерам? Это у нас, по-моему, дешвошер, да? И это, по-моему, дешвошер Слушайте, давайте подешевле возьмем дешвошер Вот, очень такой вот симпатичненький А плита хай у нас будет вот такая Я надеюсь, что сейчас мы с вами сможем, наконец-то, нормально все приготовить Только, пожалуйста, сначала пожуй свой лимон Пожуй лимон, ребят, я слышу, что вода где-то течет Что у нас уже протекает? Где протекает? Почему? Вы слышите? А, это у нас растения же опрыскиваются Точно! Точно, точно, точно Давайте посмотрим, как дела Лорен, бедняжка, ты хочешь спать Все, отправляем тебя вот сюда, спадки Значит, у Эдди опять растет ярость, ребят У Эдди опять растет ярость Пожалуйста, ложись спать Значит, как дела у Ральфа? Детишки вернулись домой, я даже не проверила, кто у нас стал отличником Хорошист? Ну, у нас три хорошиста У нас три хорошиста А, ребята, у нас, к сожалению, здесь сломался кран Хорошая моя, пойди, пожалуйста, искупай малышку Я тебя очень прошу Я уже не знаю, сколько я тебя прошу искупать малышку Она все никак не хочет ее искупать Купать в ванной Так, мы должны избавиться от вот этих вот тарелок Выбрасываем Вы, Лиллиан, теперь хорошие друзья Мне нравится Лу, которая мне звонит и говорит о том, что Скарлетт и ее дочка Лиллиан теперь друзья Это, конечно, просто очень важные новости Ральф, ты идешь отдыхать Молодец Как дела у Эдди? Эдди тоже идет отдыхать Лорен Лорен ложится спать Как дела у Аларика? Аларик, конечно, очень сильно перепугался Не бойся Все, будебиимба Иди, трошечки поиграй с куклами Я очень надеюсь, что нам все-таки сегодня удастся позаниматься с малышами Потому что, ребята, вы видите, у нас постоянно какие-то траблы Нам что-то мешает Слушайте, смотрите, а лимон неплохо так питание поднял Давай мы сейчас тебя попросим приготовить Подожди, а мы можем с тобой что-то приготовить? Почистить, нанять персонал? Погодите, а что у нас? Эта плита не функционирует? Ребята? У нас эта плита, получается, не функционирует То есть стоит 17 тысяч А нормально она не работает Ладно, придется тогда нам с вами что? Купить вот ту за 12 Блин, она уже 13 600 стоит Понимаете? Мы купили за 17 За полчаса она успела подешеветь 6 800 А может за 6 800 взять? Может быть она тоже будет неплохой Ну давайте возьмем, наверное, за 6 800 Окей, ладненько Здесь мы ставим вот эту вот тумбу А мне нужно тогда вот это за 6 800 вариант Но это у нас плита А мне еще, получается, нужно взять поверхность Слушайте, а поверхность здесь нельзя разместить? То есть если у нас здесь есть Классно То есть если у нас здесь уже есть духовка То здесь нельзя разместить поверхность Ладненько Давайте тогда сделаем трошки иначе Мы тогда переставляем вот сюда Нашу мороженицу Ты будешь стоять вот туточки Ты будешь стоять туточки Здесь мы с вами ее меняем Копируем Ставим И тогда здесь, наверное, можно разместить поверхность А, кстати, мы можем тогда и за 5 400 взять Ну ладно, а сейчас Нет, нельзя, видите Они почему-то не могут находиться в одной тумбочке Ладненько Попробуем еще раз, ребята Ты будешь хотя бы здесь готовить? Я тебя очень прошу Просто если она и сейчас не будет Ребята, она вообще не собирается готовить А, нет, собирается Фух Фух Я уже успела перепугаться Ну что, мы этот готовить мясной пирог больше не будем Давайте тогда запеканочку Потому что с мясными пирогами у нас отношения не складываются почему-то Так, а ты что здесь делаешь? Я же тебя попросила Ложись спать Тебя нужно будет тоже искупать Потому что мне кажется Блин, тут надо еще поубирать Ребят, мы ничего не успеваем в этом доме Я так понимаю, что романы у нас пока что откладываются Потому что, вы видите, нам нужно стирку сделать Нужно поубирать Нужно приготовить За всеми смотреть Как еще Скарлетт романы крутить? Я не understand Хорошая моя Ложись отдыхать Все Ой-ой Наш оборотень проснулся Наш Эдди проснулся Но у нее вроде бы Ну как сказать Не все, конечно, хорошо Почему они ложатся так спать? Ребят Вот почему нужно ложиться спать Именно Не по-нормальному А просто так, вы знаете, прилечь И через час проснуться И сказать, что извините Я не выспался Я лег как-то неудобно Готовь, моя хорошая Давайте посмотрим У нас же не будет пожаров Не будет Скажи, что ты сейчас без пожара Сможешь все сделать Пожалуйста Мне хочется Чтобы сегодняшний вечер Прошел тихо и спокойно Мы с тобой Заказали поездку в Тартозу И там ты сможешь и отдохнуть Там, кстати, домик один Очень симпатичный Я его трошечки переделала Потому что Ну, вы видите У нас семья большая И нам просто Места там будет маловато И мне кажется Что вы там сможете отдохнуть И все будет хорошо Я вас очень прошу Ой-ой, ребят Аларик грустный Аларик А давайте мы попросим Аларика Чтобы он сейчас Наверное Где Мелисса? Где Мелисса? Где Мелисса? Чтобы он поближе Познакомился с Мелиссой Ребят, Мелисса ушла? И что, так было? Ой Она решила нам помочь С уборкой Какая ты хорошая у нас Просто молодец Я хочу, чтобы они Отправить домой То есть он даже Общаться с ней не хочет Ну, ладно Не хочешь, как хочешь Я хотела попросить Чтобы она с нами В куклы поиграла Ну, окей Значит, ребята Мы готовим запеканку Пожалуйста Приготовься Нормально Мне, понимаете Просто очень жалко Этот дом у нас вышел Достаточно дорогим Мы с вами потратили Кучу денег И, в принципе, у нас Счета стоят дорого И у нас то пожары То потопы Не пойми, что происходит Так, возьми, пожалуйста, порцию Ну, и затем мы, наверное, попросим Ребята А почему Стивен проснулся? А, ты держишь кусочек Нет, нет, нет Смотри У нас есть прекрасная запеканочка Бери запеканочку И я надеюсь, тебе она понравится Хороший мой Ты тоже схвати тарелку Как дела у Лорен? Лорен высыпается Ой-ой, ребят Ой-ой-ой Возьми, пожалуйста, порцию То есть Сейчас мы с вами Должны попросить Нашу Скарлетт Чтобы она позанималась Солариком Ребят Я не представляю Как нам сейчас Все успеть сделать Потому что, блин Кто вонючка? А, понятно А Ларик вонючка Надо будет ему поменять Подгузники Но сначала Ахай, все покушают Все должны покушать Лилиан проснулась Лилиан, ты где? А, Лилиан сейчас пока дойдет Почему у нас тут Кружки какие-то валяются? Зачем они их тут все пооставляли? Эту тарелку мы тоже убираем Хороший мой Ты кушаешь? Ну, вроде как кушает Значит, затем Мы попросим Скарлетт Чтобы она поменяла Подгузники У него вроде бы с гигиеной Все гуд То есть, да, видите Проблема только получается С подгузником И затем Мы попросим нашу Скарлетт Чтобы она наконец-то Давайте посмотрим Дидактическими карточками Позанималась Учить про животных Видите, она пока что не может А вот обучать Основным потребностям Может То есть, сегодня Мы с вами хотя бы Постараемся Позаниматься с нашими детишками Что ты хочешь сделать? Поболтать с Мелиссой? Окей Пойди поболтай с Мелиссой Я хочу, чтобы Эдди Конечно, все-таки Смог стать отличником Ребят Не знаю, как это сделать У нас с этим Какие-то траблы Я не понимаю, почему он Постоянно возвращается домой Он не хочет почему-то В смысле, ты не хочешь? Надо поменять подгузник Нет, вы посмотрите на этого Аларика Мы говорим, что надо Поменять подгузник А он нам говорит Я не хочу менять подгузник Так, Аларик Смотри Сейчас она как разозлится Смотрите, как скандалит Так, меняем подгузник Быстро меняем подгузник Все Молодец Вот теперь подгузник Можно поменять И затем мы пойдем Как раз вот этими карточками Займемся Значит, возвращаемся Погодите Погодите, погодите Погодите Раз у нас вот эти вот Уже появились комочки пыли Давайте мы запустим Два вот этих вот робота Я купила на всякий случай Их решила разместить вон там И я понимаю, что я не зря Купила этих роботов Потому что они нам Лишними не будут Что случилось у Лорен? Разбудить Не надо будить Ребята Лорен нужно тоже искупать Куда ты собираешься сажать? Не надо никуда сажать Иди купать И вот понимаете Пока мы пытаемся Искупать Лорен Пока мы пытаемся Позаниматься салариком Вот и все У нас уже вечер наступил Как дела у тебя? У тебя тоже дела Так себе Тебе пора? Окей До побачения и врубачения Стивен Ложись, пожалуйста, спать Ложись спать Не надо трогать мусор Мусор трогать не нужно Ребят, я пытаюсь за всеми уследить И это пипец Как сложно А где наша Лиллиан? Слушайте, давайте они Пообнимаются Обнять с любовью Лепетать Я надеюсь, что у них Трошки вырастет внимание Я смотрю, что ей нужно Срочно в туалет Скарлетт Тебе нужно будет сейчас Малышку отправить в туалет Я вам говорила о том Что мы с вами Ничего не успеем Ну вот В принципе у нас так и получается Но в Тартозе Мне кажется, что наши ребята Просто смогут отдохнуть Учитывая, что там есть Очень красивый пляж И там есть Верри Худ Гайзы Но, возможно, они смогут Как-то расслабиться И потом Как-то, знаете Наладить и отношения Что ты делаешь? Зачем? Тянуться Не надо тебе тянуться Выключи, пожалуйста Вот эту вот музыку Слушать не надо Подождите По-моему, у нас где-то Здесь играет музыка Не? Не? Мне кажется Ложись, пожалуйста, спать Значит, ты, моя хорошая Купаешь сейчас малышку Потом ты должна Будешь Давайте посмотрим Лиллиан, наверное Надо все-таки уложить Я зеленый дымочек Не вижу Тебя тоже не вижу Попросим тогда Аларика Хай он, наверное Посмотрит видеоролики Почитай, пожалуйста Малышки на ночь А я хочу посмотреть Как дела у Ральфа Ну, Ральф, в принципе Может сейчас выспаться И затем Я думаю, что Кстати, третий уровень Ну, вот смотрите У него выросла продуктивность В принципе Сегодня ночью Он может успеть Сделать свой проект У него вот есть тут проект Давайте мы его, наверное Знаете, где разместим? Давайте мы его сразу же Вот уточки разместим Он, в принципе, возможно Сможет стать отличником С Эдди я не знаю Что делать, ребят Это просто какое-то издевательство Он почему-то Не проектами нормально Не занимается Не делает домашние задания Поэтому I don't know Что делать Значит, Лео Лео, хороший мой У тебя по учебе Ну, в принципе Отличная продуктивность Ему бы сделать домашние задания Ну, и я думаю Что Кстати Мы можем его сейчас Отправить покушать Отправляйся покушать И затем он Хай сделает домашние задания Ну, и в принципе Стивен Он должен выспаться Четвертого уровня Еще нет И домашнюю работу Он не сделал Ну, что, ребят Нашего Ральфа Можно поздравить Наконец-то он стал отличником И сейчас мы должны Приготовить вкусный тортик Но перед этим Нужно забрать продукты Потому что Как обычно У нас пустой холодильник Стоять Марлон Стоять Я уже готова У тебя забирать продукты Ты мне будешь Их передавать или нет Вот Наконец-то Принять доставку Ну, и затем мы с вами Может быть Приготовим Либо шоколадный Либо еще какой-нибудь Я так понимаю Что Эдди Опять очень сильно Разозлился Он решил порыться в асфальте Но мы с вами Пойдем все-таки готовить Значит Отдайте мне, пожалуйста Мои продукты Это мои продукты Уберите вот эту тарелку Почему у нас тут Все такое грязное и вонючее Стоять Разбери, пожалуйста, пакет И затем Мы с вами Отправляемся Готовить тортик Так, я хочу посмотреть Как дела у Ральфа Видите Ральф очень-очень Сильно устал Поэтому мы должны Его отправить Пока что отдыхать Ну а Скарлетт Сейчас приготовит Что-нибудь смачненькое Так, давай посмотрим Что мы с тобой За тортик Можем приготовить Так, иди давай Ну вот, понимаете Сейчас вот этот вот Товарищ пойдет И заберет у нас Наверное Кусочек запеканки Давайте приготовим Бисквитный тортик Отправляйся, пожалуйста Готовить Не трогай А куда ты идешь? А, он решил Мусор выбросить Нет, ну Мусор можно выбросить В принципе Мы не против Хорошему, пожалуйста Просто отправляйся Отдыхать Значит, как дела у Лорен? Лорен мы тоже Отправляем отдыхать Ну и Лилиан тоже Давайте отправим Вспадки В очередной раз Мне пришлось поменять Плиту, потому что Она не хотела Использовать ту плиту Которая у нас была Ну хорошо, ладно Не понравилось Не понравилось А где Эдди? Эдди там кому-то СМСки пишет Хорошо, мы его Трогать не будем Нет Мы его не будем Сейчас отвлекать Как дела у Лео? Лео давайте тоже Отправим спать А Стивена Ну в принципе Тоже давайте Отправим отдыхать Потому что пока сейчас Карлет все приготовит Главное, чтобы не было пожаров Ребят Главное, чтобы не было пожаров Слушайте, я же попросила Ларика А, все Он отправился Все-таки Спадки Лорен Лорен, пожалуйста Ложись отдыхать Ну и Лилиан Наверное, тоже желательно Все-таки Отправиться Отдыхать Вот Ложись, пожалуйста Спадки А ты, моя хорошая Давай готовь вкуснейший Тортик Ну и затем Мы, конечно же Этот тортик Дадим Ральфу Он станет старше Мы его переселим У нас как раз То есть мы ему сможем передать Эти денежки И вы трошки позже узнаете Где же он будет жить Я пока вам ничего говорить не буду Ой-ой-ой Ребята, у нас опять Левитирующие планшеты Кто потерял свой планшет? Лилиан потеряла свой планшет Раздаем все планшеты И давайте, наверное Разбудим нашего Ральфа Отойди, пожалуйста, сюда Ральф Просыпаемся Мы должны добавить свечи И ты должен стать старше Вы представляете Сколько он работал Прошлую ночь Он и домашнее задание делал И над проектами сидел Ну, в общем, короче Он такой молодец Что у меня просто нет слов И я очень надеюсь Что мы сейчас сможем Все-таки и свечки Вот эти вот поставить И задуть Потому что, видите Он очень-очень сильно устал Он практически не спал всю ночь Загадай, пожалуйста, желание Раз, два, три, четыре, пять Ну почему к нам опять пришли какие-то гости? Может быть, правда, это его подружка? Я не знаю Здрасте До побачения Ну-ка Загадываем желание И задуваем Свечки Молодец Он смог все задуть Ну и давайте посмотрим Каким же у нас будет Ральф Значит, он у нас был Natural Singer Он у нас Дитя Острова И он у нас Uncreative Грустно как-то стало Ладно, если он хочет Заниматься музыкой То Хай занимается Музыкой Почетный выпускник Ребята Он у нас просто Молодец Ну что, ребят Мы с вами будем его отселять Ну а наша семейка Поедет в одно интересное местечко Ну что, ребят Ральф переехал И если вам интересно В каком он теперь живет домике Напишите в комментариях И мы с вами отправимся К нему в гости Ну а наша семейка Алина Отправилась в Тартозу Видимо, Скарлетт надеялась Что тут будет солнечная погода Но, как вы видите Идет дождик Давайте я вам покажу Как же выглядит дом В котором наши ребята Остановились Между прочим Практически Тысяча симулионов в день Значит, уточки у нас Столовая Тут очки у нас кухня Здесь можно поработать Ну, если вдруг кто-то захочет Не знаю Заняться какими-то проектами Или, может быть, просто посидеть за ноутбуком Здесь можно отдохнуть Поиграть в шахматы Здесь можно было бы что-то приготовить Или вот здесь вот можно было отдохнуть Но, как вы понимаете В такую погоду пока что Трошки не до этого Проходим вот сюда Ой Мы с вами влепли в картину Поднимаемся на второй этаж И здесь у нас целых три спальни Причем достаточно большие Здесь у нас местечко для наших детишек И тут уже подготовлены игрушки Через эту дверь мы проходим Попадаем в комнату Скарлетт Здесь у нас ванная комната Личная ванная комната Скарлетт Здесь у нас еще одна ванная комната Ну и здесь у нас комната для Эдди И наших Стивена и Лео То есть, в принципе, как вы видите Здесь может жить достаточно много персонажей Причем достаточно долго Главное, чтобы были денежки Ну что, ребят Нам с вами, наверное, нужно Всех, ребят, отправлять в дом Потому что погода, как вы видите Такая себе Ну и я очень надеюсь Что отдых здесь им понравится И, кстати, раз у нас праздник урожая То давайте попросим нашу Скарлетт Приготовить грандиозный ужин Давайте с рыбой Давайте приготовим грандиозный ужин с рыбой И я надеюсь, что, может быть, на следующий день Мы сможем отправиться на пляж Потому что у нас тут есть Очень красивый пляж И мне кажется, что и Скарлетт Хотела бы позагорать Ну и, конечно же, я думаю Что там можно было бы с кем-то Познакомиться А ты что, издеваешься? Тут, по-моему, нет протечки Ты чего прикрываешься? Ну что, ребят В этой серии Ральф стал старше Ну и, как видите, к нам Почему-то домой стали приходить Какие-то странные гости А еще семейка Ален отправилась В Тартозу Что будет дальше Мы с вами узнаем уже в следующей серии Не забывайте ставить лайк Подписывайтесь на канал До скорых встреч Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok